Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся к восьмой главе. Восьмая глава продолжает рассказ о египетских казнях, и каждый фрагмент, посвященный отдельно, каждый следующий из десяти казней, построен в принципе по одному и тому же плану, как и тот рассказ о первой египетской казни, который был в предыдущей главе, в седьмой. Итак, мы видим, что так или иначе, Господь обращается к Моисею, говорит, пойди к фараону и скажи ему, отпусти народ мой. И обычно к этому прилагается, чаще всего, некоторое такое предсказание о том, что вот я наведу на Египет такую казнь, если там фараон не согласится. Моисея идет к фараону, произносит соответствующие слова, обещает, угрожает очередным бедствиям, и фараон как-то на это отвечает. Ну вот надо сказать, что авторы, которые собирали эти предания и записывали их в конечном итоге, по каким-то, видимо, своим причинам включили сюда несколько разных вариантов реакции фараона. Потому что то он говорит, нет, не согласен, не отпущу, и казнь падает на голову фараона и египтян. А иногда он говорит, ну хорошо, ладно, но в последний момент передумывает. И кроме того, видно, что до некоторой степени, если не составителей этих преданий, то, по крайней мере, тех, кто их записывал, волновал вопрос о том, о собственно, с какой стати египтяне, которые тут вообще ни при чем, с какой стати египтяне становятся жертвами этих бедствий. Для эпохи исхода, примерно середины минус второго тысячелетия Дорожаства Христова, это вопрос в сущности совершенно неактуальный. Для эпохи записи и систематизации преданий, тысячи лет позже, то есть где-то вот там в шестом веке Дорожаства Христова, в эпоху плена, да, этот вопрос актуальный. И видно, что, в общем, в некоторую такую историческую схему каждого события позднейшие редакторы вставляют открытые вопросы на эту тему. Всерьез ответов на эти вопросы они не дают. Вот вторая казнь. Через неделю после предыдущей, когда Господь поразил реку Нил, вот он говорит Моисею, «Пойди к фараону, скажи, отпусти народ мой, иначе вот я поражаю всю твою область жабами». И действительно там подробно Моисей объясняет, что и в дома, и в твою спальню, фараон, и в хлебные квашни с тестом, и на поля, и куда угодно, везде будут сплошные жабы. Надо сказать, что, в общем, конечно, на впечатлительного читателя это имеет обычно глубокое воздействие, потому что, ну, представьте себе, вы приходите к себе на кухню, открываете шкафчик или холодильник, а он битком набит жабами. Вот. И действительно, Моисей говорит Аарону, «Простри руку твою с жезлом твоим». Аарон, брат Моисея, простирает руку, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Вот. И фараон реагирует, призывает к себе Моисея Аарона и говорит им, «Помолитесь обо мне, Господу, чтобы он удалил жаб от меня». И в данном конкретном рассказе вообще, по крайней мере, в этих словах не обозначается, так сказать, соотношение между Богом, фараоном, ну, и, соответственно, народом Божьим и народом фараона. Вот, помолитесь обо мне, Господу. Конечно, когда историки хотят найти ту событийную реальность, которая стоит за этими рассказами, это, на самом деле, конечно, попытка с негодными средствами, но все-таки вот обсуждают они вопрос о том, «Молк ли фараон называть Господом Бога Израилева?» Ну, в других рассказах мы видим, что он говорит Моисею Аарону, «Помолитесь Господу Богу вашему», да, как к некоему чужому Богу, которую, тем не менее, существует и реальность которого особенно никто не отрицает. Надо сказать, что при всей замкнутости египетского пантеона, по-видимому, это исторически адекватная деталь, релевантная подробность, потому что, да, действительно, древние народы считали всех известных им божеств, имеющими отношение к определенному народу и к определенным землям, и могли совершенно спокойно относиться к богам других соседних или каких-то порабощенных народов, не сомневаясь, так сказать, в их реальности, но при этом и не признавая их власть. Здесь, собственно, в основном, речь идет о признании или не признании фараонам власти Господа Бога Израилева. И так вот, фараон говорит, помолитесь обо мне Господу, и я отпущу народ израильский принести жертву. Вроде бы все хорошо. Вторая казнь, как кажется, на первый взгляд, сработала. Моисей фараону отвечает на это, ты мне сам назначь время, да, и жабы тогда исчезнут и останутся только в реке. Фараон говорит, завтра, вот прям, чтобы завтра не было никаких жаб. Моисей говорит, хорошо, ладно, чтобы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И это в данном контексте, в данном рассказе о второй казне очень важные слова, потому что для читателя, того читателя, к которому обращаются составители книги исхода, вот как раз очень важно именно увидеть, что Господь Бог наш, Бог Израилев, Бог, дом которого на горе Сион, дом, которого в центре земли Иудиной и земли Ефрема, соответственно, да, вот Бог Израилев и в этническом, и в географическом отношении, он властен над природой Египта. Исход окончательно зафиксирован, ну, так, несколько огрубляя, можно сказать, лет на 100-150. Раньше, например, книги Даниила, где снова будет обсуждаться этот вопрос, но тем не менее, вот здесь тоже, как и для позднейших авторов библейских, важное догматическое утверждение Бог наш, Бог всей земли. И вот Господь, да, Моисей воззвал Господу об этих жабах, Господь сделал послову Моисея, жабы вымерли, собрали их в груды и восмердела земля. Ну, действительно, представьте себе, какой ужас, эти бесконечные гекотомбы, дохлых жаб, конечно, оно будет в этом климате пахнуть крайне неприятно. Вот такая вот вдруг очень историческая деталь. Как к этому не относиться, но весьма вероятно все-таки, что за этими преданиями действительно стоят какие-то реальные события, которые сопровождали попытки израильтян выйти из Египта. Как бы ни было трудно нам эти события себе представить, как бы мы ни пытались найти некоторый баланс между представлением о природной катастрофе экологического свойства и неким полумистическим невероятным и невозможным чудом, что там происходило. Еще раз повторю, не просто это решить, да и на самом деле не нужно это решать, а важно увидеть вот эту вот схему. Что-то происходит ужасное, катастрофическое, тяжелое для всего Египта. И пункт за пунктом казнь, за казнь ее тяжесть этих бедствий увеличивается. И вот смотрите, в 15 стихе снова, как и в предыдущий раз, увидел фараон, что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. Две вещи на себя обращают внимание в этом стихе. Во-первых, в других местах то ли авторы преданий, то ли скорее боговодохновенные редакторы и составители оставляют немножко другую формулировку, что вот ожесточил Бог сердце фараона. Для нас, современных читателей, особенно на русском языке читающих, кажется, что Бог где-то отодвигает хирургическим путем лопатку и что-то там подкручивает в сердце фараона, там, чувствительность электронного аппарата какого-нибудь, как мы регулируем, или что-нибудь в этом духе. И, ну, или там переключает, если кто помнит, как переключались каналы в старых телевизорах, вот такой вот вертящейся щелчками, штучкой, ну, вот нам кажется, что Бог щелк и переключает фараона с добренького дядюшки на, значит, ожесточенного крокодила. Это совершенно неадекватная картина, Бог не занимается такими вещами, и уж тем более Бог наш, всем человеком, хотящий спастись, едва ли стал бы подобным образом действовать сердцем фараона. В конце концов, каким бы он ни был фараоном, это вообще малопривлекательная публика, надо сказать, в любую эпоху, но все же он человек, и может ли Бог подобным образом с живым человеком обращаться? А вот здесь редактор именно этого фрагмента оставил другую формулировку того же самого. Увидел фараон, что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое. Бог это предсказывал. Бог этого фараона знает, как облупленного, и действительно, как Иоанн Евангелист говорит о Господе Иисусе Христе, не имел нужны, чтобы кто свидетельствовал ума о человеке, потому что сам знал, что в сердце человека. Вот так и здесь. Бог знает, что за фрукт этот фараон, но это выбор фараона, это он ожесточил сердце свое. Когда сделалось облегчение? Ой, уже все хорошо, жабки дохленькие лежат, значит, вот, ну, воняет, ничего страшного, потерпим, не отпустим. Это фараон ожесточил сердце свое, увидев, что сделалось облегчение. И Господь об этом и говорил. Вот слова «ожесточил Господь сердце фараона» на самом деле надо расшифровывать вот так, как записано в 15 стихе. Ну и, конечно, второе, что здесь хорошо очень видно, это то, что авторы, редакторы, составители этих рассказов были большими знатоками человеческой души. и фараон, в общем, поступает часто перед Богом, так, как и каждый из нас. И оказывается, он совершенно таким вот ненадежным человеком, у которого сегодня, да, завтра нет, которого, как только стало чуть легче, он отказывается от своих обещаний. Ну, вот, действительно, непорядочно поступает. Все такое прочее, это понятно. Но, когда некоторые средневековые толкователи говорят о том, что это рассказ о перипетиях встречи человеческой души с Богом, ну, такие отцы обычно игнорируют историческую канву и, собственно, содержание книги, их не интересует ни священная история, ни закон, ничего, их интересует только, вот, значит, работа над своей душой. Христианского в этом на самом деле мало, но, тем не менее, подобного рода толкование тоже имеет право на существование, потому что, да, действительно, с нашими сердцами, с нашими душами нередко происходит то, что происходит с фараоном. И рассказ нам это тоже показывает. Теперь следующая, третья казнь, как будто бы без перерыва, прямо, Господь говорит Моисею, скажи Аарону, пусть протянет жезл, и будут мошки на людях, на скоте, на фараоне. Так они и сделали, явились мошки. Ну, какие-то кровососущие насекомые в очень большом количестве. Ну, там, прям, как в нашем Заполярье или в Сибири, наверное, что-то такое. Ну, так бывает, действительно, бывают годы, когда подобного рода насекомые там могут расплодиться в больших количествах. Но, в конце концов, важно не это, а важно, что снова вот явились мошки. Но здесь новый нюанс с этим бедствием. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были эти мошки на людях и на скоте. То есть, там, на самом деле, за этими десятью казнями все время где-то на краю поле зрения или за кулисами стоят египетские волхвы в льняных юбочках вот отсюда и донизу, значит, с золотыми какими-нибудь там украшениями на голове, все такое и прочее. И воодушевленно колдуют, потому что они получают зарплату от фараона за то, что смогут учудить такое же чудо, как Моисей с Аароном, чтобы у фараона была возможность сказать, и мы видим, как это происходит, Моисей, вот ты делаешь там такое чудо, у тебя жезл в змею превратился, а вот там, значит, у меня тоже такой жрец, который тоже жезл в змею или змею в жезл. И вот это вот соревнование дает возможность фараону, как теперь говорят, оставаться над схваткой. Говорят, вы меня не убедили, вы меня убедили, что это дело человеческое. Заметьте, что рассказчики при всем том древние предания хоть и причесывают, но не слишком. Поэтому они не делают вид, что ничего не получается. в современном случае современный автор почти наверняка изобразил бы этих волхвов лузерами, у которых ничего не выходит, или вовсе вычеркнул бы их из повествования. А древний автор сохраняет какой-то такой отзвук состязательности между языческими жрецами и священниками Бога Израилева. Эта состязательность на самом деле может быть и началась в Египте, но кульминация достигла скорее в эпоху Илии, например, первых царей израильских вскоре после разделения царств. И потом мы видим в исторических книгах Ветхого Завета подробное об этом упоминание. Но вот здесь эти самые волхвы, которые все пытаются, пытаются, там непонятно, как с жабами у них произошло, и не говорится о том, пытались ли они вызвать жаб или убрать жаб. просто античный Гарри Поттер не рассказывается. А в этом случае кто-то из авторов, редакторов, их составителей оставляет это упоминание, что волхвы, жрецы фараона, жрецы египетские хотели чарами своими произвести мошек, но не могли. Ну и, в общем, это снова разговор о том, что все боги народов идолы, Господь небеса сотворил. Бог может то, что хочет, и, вообще говоря, может все везде, и власть его надо всем. А жрецы здесь показаны хоть и людьми могущественными, которые что-то еще могут, но не сами они, не даже их боги власти над всей природой, над всем миром не имеют. Ну и вот эти волхвы, когда они поняли, что ничегошеньки у них не выходят, они говорят фараону, это перст божий. Да, это настоящий бог, настоящий бог, не какой-то выдуманный. Заметьте еще раз, что для самих этих волхвов утверждение о реальности и силе бога Израилева неравноценно отречению от своих языческих богов. Неравноценно, поэтому они вполне могут говорить, да, это перст божий, бог Израиля, бог Моисея Аарона существует и действует, и его сила в этих мошках явилась, но вот наши в данном случае боги молчат или на его стороне, или в отпуске, неважно. вот это не совсем такая ситуация, когда люди исповедуют бога Израилева, отрекаются от всех остальных или наоборот. Ну, фараоново сердце ожесточилось, и он не послушал их, как говорил Господь. Тоже еще один вариант вместо слов ожесточил Господь сердце фараона. Сердце ожесточилось, он не послушал этих самых волхов. Четвертая казнь, следующая, это пёсьи, мухи, еще какие-то кровососучие насекомые. Ну, мне встречались, надо вам признаться, разные объяснения, какие из насекомых, опасных Нильской долины имеются здесь в виду подмошками или подпёсими мухами, но по большому счету это совершенно не важно. Важно, что, ну да, тёплые страны, заболоченные берега реки, там этих бесконечных насекомых ожеломляющее количество. Может, там стая мух ЦЦ, из Центральной Африки туда прилетело. Важно, что вот это какие-то другие мухи, не такие, как мошки. Да, и вот происходит эта казнь следующим образом. Господь говорит Моисею, завтра встань рано и вись перед лице фараона. Вот он пойдет к воде и ты скажи ему. То есть, имеется в виду, что вот фараон проснулся в своем дворце, весь из себя такой фараон, и пошел умываться на речку. Ну, может, там, купаться. Теплые воды Нила прекрасно, ну, прямо романтика такая. Мы только летом у бабушки в деревне такое могли себе представить. А здесь предполагается, что не приносят воду фараону его рабы. Ну, или, если приносят, то только чтобы зубы почистить, а утром фараон идет к реке искупаться. Да, и Бог говорит Моисею, ты пойди пораньше встань и там, значит, вот его подстереги на дороге. Какая простодушная архаика на самом деле. в голове у автора текст, у рассказчика, потому что фараон это фараон, он не ходит без охраны. Это не тот случай, понимаете, когда можно к человеку, подстерегая его на тропинке у меж тростников, подобраться, встать у него на дороге и сказать, ах ты, фараон, фараон такой сикой. Это, в общем, конечно, сказочная такая история до некоторой степени и тоже важно это понимать, потому что, ну, реально, конечно, фараон, если и ходил на речку купаться, то исключительно в сопровождении двух полков охраны. но, тем не менее, здесь Моисей подстерегает фараона буквально в кустах и говорит, отпусти народ мой, а если не отпусти, что вот я пошлю на тебя и в домы твои, рабов твоих, народ твой, пёсих мух, и наполнятся дома египтян пёсими мухами, и в тот день отделю землю Гесем, в которую прибывает народ мой. То есть, здесь такая вот селективность. Бог говорит о том, что на фараоне египтяных будут эти мухи, а на той территории, где живут евреи, где живут израильтяне, будущее, там не будет этих мух. Ну, снова, ну, мало ли, по каким причинам такое может происходить. Может, без сомнения, конечно. И я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Вот ещё одно видение происходящего. Разделение между народом израилевым и египтянами, между людьми Моисея Аарона и людьми фараона. Развлечение, которое делает Бог. На самом деле это развлечение именно воспринимается и описывается как некоторая божья селекция. Предполагается рассказчикам, что Бог отделяет, отодвигает в сторону этот народ, вернее, даже его будущих основателей. Мы с вами ещё раз вспомним, что книга исхода в целом это такой вот создающий народ или обосновывающий существование народа нарратив, конституирующий нарратив, на основании которого люди считают себя единым народом и не каким-нибудь другим, а вот именно этим народом, народом израилевым. Таким образом, здесь говорится о том, что это отделение это божья идея, Бог так захотел, это Он говорит, проведу разделение. Ну, хорошо, Господь так и сделал, налетело множество пёських мух, ну, и фараон вроде бы ломается, призывает Моисея Аарона и говорит, пойдите, идите, принесите жертву Господу вашему всей земле. То есть, Он нам предлагает не уходить на Синай, а здесь, в земле Гессем, неподалеку от Дельты Нила, вот в этой территории ближайшей, да, принести жертву Богу. В конце концов, он говорит, ну, чего, если всё равно Бог являет своей силой в нашей земле, зачем нужно идти куда-то далеко, чтобы там ему поклоняться, когда это можно сделать здесь. И тут Моисей говорит, нельзя этого делать, потому что отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Вот тебе раз. Ну, во-первых, насколько можно судить, и должно быть очевидно для всех, герой повествования лукавит. Не хочется говорить этого об историческом Моисея, который великий пророк и друг Божий, да, но всё же мы видим, что слова, которые рассказчик влагает в уста Моисея, которые должны объяснить, почему лукавство фараона не будет иметь силы, потому что, конечно, фараон тоже лукавит, говоря, принесите жертву Богу здесь, никуда не уходите, а завтра выходите на работу. Конечно, это тоже лукавство. Ну, и Моисей, говоря, что, ах, у нас такое ужасное жертвоприношение, что там такого ужасного? Ну, если бы там, я не знаю, это была бы, прости, Господи, храмовая проституция, как у каких-нибудь ассирийских астарт, или жертвоприношение младенцев, как у каких-нибудь финикийских муалов, так нет же, в общем, там вполне такие обычные вещи, которым весь Восток привычен. Очевидно, что не так это все отвратительно, как здесь говорит Моисей. Ну, вот мы видим некоторый такой, в общем, литературно обработанный, скажем так, рассказ о событии, где говорится о том, что вот невозможно, надо обязательно уйти, потому что иначе египтяне побьют нас камнями. С чего бы вдруг? Тогда фараон говорит, ну, хорошо, ладно, отпущу вас, только далеко не уходите. ну, прямо как бабушка удава говорит. Сначала он говорит, играет в нашем дворе, нет, мы так ужасно играем, что нас побьют мальчишки, ну, хорошо, только не дальше соседнего. Ну, вот, ну, вот такой вот рассказ вполне такой литературный. И фараон, да, говорит, ну, хорошо, ладно, далеко не уходите. То он говорил ненадолго, то теперь он говорит недалеко. Вот фараон с одной стороны уже понимает, что реальные бедствия происходят, но в то же время и не готов отпустить, не готов признать власть Бога, признать, что чья-то воля сильнее фараона. Здесь не фараон главный герой, поэтому вероятнее всего его, так сказать, чувства и переживания не занимали автора, вот, но тем не менее историческая и, если хотите, антропологическая правдоподобность такой фараоновой реакции, конечно, налицо. Итак, Моисей говорит, хорошо, ладно, я выхожу, помолюсь Господу, завтра пёсь и мухи удалятся, только фараон пусть перестанет обманывать, отпуская народ принести жертву. Да, ну, хватит уже врат, что ты отпустишь. И вышел Моисей от фараона, помолился, Господь сделал послову Моисея, удалил пёських мух от фараона, от рабов его. Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз и не отпустил народа, ожесточил сердце своё и на этот раз. То есть, снова он делает выбор, фараон, выбор, который, конечно, происходит перед лицом Бога, который, конечно, имеет последствия перед лицом Бога, не только для фараона, но и для всего народа. Но это поступок именно самого фараона. до сих пор, Продолжение следует...